Лёва, подожди пока ничего не делай, отставь это, потом нальет, подожди, положи поварешку тут все, мне нужно поговорить, да это еще, положи пока все, хорошо, так, ты пришла в храм во сколько, уже оглашенные за дети было, оглашенные за дети, двое оглашенных стояло, отсюда ты вышла во сколько, 35 минут, То есть фактически чуть не полтора часа где ты была? С бычками ходила, понимаете, ответ вообще-то непонятно, при чем тут бычки, когда сегодня воскресная служба, ты не пастух, слепая, ты заставляла думать о себе, что случилось, я едва-едва не вышел из храма, чтобы не пойти тебя искать, нашла бычков, пошла с ними, это вообще необъяснимое явление, а при чем тут бычки? Ну они накануне терялись, эти бычки, потом еще... Да какое тебе до них дело, они терялись, не терялись-то, ты-то какой-то терято маленький, называют бычками, они не бычки, во-первых, телочка Ну, телятки, телятки А зачем ты решила с ними ходить-то? Потому что был очень сильный туман и даже на расстоянии небольшом уже не было видно, куда они идут Да ты-то рядом не видишь ничего, при чем тут туман, на улице одна пошла, ты где, благословилась на это или что? Нет, не благословилась Благословения нет Эпитимью-то какую дать-то? Значит, эпитимья такая тебе будет, сейчас, не сегодня, а или завтра, пойдешь пасти Сегодня я, Владимир Фащенко, пасу коров вместе с Любовь Николаевной Фатеевой Сейчас покажу, она тут поднимается в горку, вон она идет Она уже пожила, и потом ей трудновато А за коровками надо идти быстрым, бодрым шагом Потому что если они направились куда-то идти, то все, только успевай семенить за ними Вот быки, они играются, дури много, девать некуда А Любовь Николаевна, она сегодня дана мне в помощники Так как был один случай у нее, что она провинилась, ей назначили эпитимью Чтобы шла пасти со мной коров Мы находимся далеко от деревни Вон там вот видно крыши домов Вот, сложновато, конечно, для нее все-таки пожилой человек А коровки иногда бегают, и овечки тоже Приходится бегать за ними, трудиться А коровка тешится Видимо, там насекомые, и она их учесывает, раздавливает Рух-то у нее нету, как у человека, что вытащил, долубил Таким способом они спасаются от них Вот сегодня солнечная погода, как Господь дал Хорошую погодку, такую теплую Не ветром Одно удовольствие пасти Это я вот вспотел, у меня даже вещи вон выложил Чтобы они у меня высыхали Пришлось побегать вначале с коровами Вот она коровка, кормилица Ну все, наелись, наверное, уже Наелись уже Любовь Николаевна, у меня вопрос к вам Как вам впечатление от пасть бы коров с овечками? День удивительный, прекрасный Благодарю Господа за такую возможность Устали по день рано? Да, стоять неплохо, но идти тяжеловато Почаще надо ходить Тогда будет и прок Вы, наверное, в первый раз сегодня посетите? Да Первый раз, да? Такой дальний переход, это в первый раз А возле лагеря, это частенько А мне говорят, все, благодарим Подогнала их С крапивой отправились И благодарят Уже, значит, кончилась моя миссия Сегодня вот удалось Вот куда прийти Степь да степь кругом Охранять Стадо Чтоб не разбрелось Да Пастух-то из меня никудышний Ну-ка, давай пошевеливайся Ну, что ты встала? Вперед Да, видишь, все уже пошли Видишь, какая своевольная Пастух-то из меня Пастух-то из меня Пастух-то из меня Пастух-то из меня Молодец Пастух-то из меня Пастух-то из меня Пастух-то из меня Так, сейчас нам идти будет Или тут проходят просто Пускай потихоньку идут Слава Христу Вот Там нас встречает Игнатик Игоревич Лапкин Вот он с фотоаппаратом ходит Фотографирует нас уже Вперед Шире шаг, коровки Шире шаг Подтянулись Подтянулись Шире шаг Еле-еле плетемся Шире шаг Подтянулись Шире шаг Подтянулись Ну как, эпитемья хорошая была? Хорошая Хорошая Я-то, видите, ушел в это время в лес В таких дебрях был сегодня Которые в Красноярской тканьке не бывают Думал, я оттуда не выйду А мы-то на полях Что-то собирало Содирало Отчет Отчет нас собирало Распитаться надо Ну вот видишь, как хорошо День хорошая Еще будет о Келине рассказать Небеса проповедуют славу Божию Небеса проповедуют славу Божию Ну, таких пастухов-то и надо нам Они проповедуют месяц небесами Да Слава Богу Все хорошо Ну, жалобы нету? Да, слава Богу Ну, приходилось, конечно, подтягивать Что сделать? Отставала или еще? Отставала, да Ну, заворачивай-то знает как Чтобы обойти и перегнать? Да А то по детсаде идет и гонит ее от табуна Нет А корова, знаешь, как называется стадо это? Курт? Не знаю А овечек как? Не, овечек как-то Ну, если бы не сказал, то не знала А тара? А лошадей? Табун Не помню Паук он на голове Все было хорошо Знала эти слова А, видишь, я теперь про них уже и не помню Вот он, смотри, паучок у них, гляди какой Она стала тут как это Из леса Все, они у нас, да Разбрелись, смотри Балка-то в ней какая мощная А кто дал вам ее? Да вот Ну, слава Богу Все мне выдали все, что надо На него жалобы-то были какие? Нет, нет Жалобы никакие не было Как он пасет? Не строгий пастух? Хорошо пасет Ну, значит, ему положено полторы литра молока за полный день Вы пополам тогда, наверное, поделите Да мне не надо нисколько, ни грамушки Ну, ладно тогда Ну что, пошли Пошли, слава Богу Все Ну, что ты? Ну, вперед А то опоздаешься О, нет, вставай, отставай Держи за меня Надо было мне трубую обувь надевать Ну, что теперь разбираться Держись, быстрее дойдем Я за палочку буду держаться Давай Она еще держится Даже сумку не дает нести Ну, как? Сила еще есть Сейчас я буду расписать Да? Подтянулись Пошли Решает А вот смотри, как овечек подгонять можно Вот овечки идут Чтобы овечек погнять Я могу вот так вот сделать Смотри Они боятся Вон у них покерный Слава Христу Ну, куда ты пошла-то Хоровка Подтянулись Все, ладно, мы включаем Приехал Интересно Ездил сейчас туда снимать эти электрики проводят И в это время Гляжу, по улице идет баба Серафима И меня зовет Серафима Гавриловна Ей 87 лет, кажется Я говорю, что хотела сказать Она насчет Васи Васю ее внука Безбородова-то Чтобы как-то помолиться Чтобы Бог его вернул А он На третьем Три курса закончу И тогда бороду буду отпускать Ну, какого ты знаешь А теперь закончил три И баба говорит И слово-то свое ты не держишь А там Раиса-то Николаевна Которая вернулась Плакала Ушла Что она делала Куда вернулась Ему рассказывает Ну, молчит Она что Дала помидоров Посмотри, сколько Мне помидоры хорошие Славные Даже вот, видать Я в руке держу Какие помидоры Это вот Арбузов дала Раз Два Три Четыре Пять Да вот еще и шестой До чеснока Чеснок, говорит У меня нынче маленький Но Очень хорошо хранится Вот оно Чеснок Вот, пожалуйста Волка, говорит Ноги кормит Баба Да не надо Бери Она считает Это Неуважение Если не возьмешь У нее Это потом отрезать Вот это надо будет Вот и все А то говорят А кто вас спонсирует Расскажешь Когда о наших путешествиях Нету вопроса Нету С какой целью Как встречают люди Какая польза Нет вопросов А кто спонсирует Узнали Это все Дальше Дальше уже плетет от головы своей У меня детский лагерь Когда объявляется В газетах Весной Ну хоть Ну детский Православный Трудовой Ясное дело Что 42 года Нет такого лагеря в стране Чтобы 42 года ему было Православный Вопросов нету А сколько стоит Ну сколько стоит Я посмотрю Какое материальное положение У нас где-то 53-57% Бесплатно дети Да еще стараемся Одежду достать какую-то Я по магазинам Хожу Там некондиционные Выпрашиваю Даже на билет Собирали деньги У людей У русских Ничего нету Все основано на деньгах На корысти И никак не могут понять Что помогает Кто сам Незнакомый человек Вот я говорю Да как это То есть только воровать Брать Вот это вот у нас Как положено Хорошо очень знают И поэтому на десятки раз Все стараешься спрятать Перестраховаться Не допустить Увидеть где что-то лежит Едут Сметут сразу Лежали здесь решетки алюминиевые Проехали ночью Все сняли У батюшки овечек воруют У Игоря На складе лежала Мука Муку тащат Соседних деревень Поддержают люди Это страна воров О чем говорит Солженицын В Первую мировую войну Среди пленных Среди русских Кажется было 4% Которые в чем-то заворовали Там пайку взяли Самый низкий процент Больше воровства было У немцев У французов Больше А нынче То есть нынче Вторая мировая была В плену-то Почти 100% Воровали Ни в какое сравнение Не идет Страна воров Страна воров И лжецов Империя зла Как ее Рейган назвал А что делать Молиться Больше ничего нет Молиться Нам выхода Никакого нету Если у других Есть заповедь Убивать Вот они теперь Как мусульмане Начинают Вы на серьезный Говорите У него в Коране Написано это Он учится По своей книге А ты учись По своей По святой Библии Нам что за поведение Любить врагов А он убивает Так он враг Он убивает У него так написано У него главная книга Коран Или он ее читает И он старается Исполнять Они экстремисты По своей книге Они и патриоты Надо назвать вещи Своими именами Так они подрывают себя Это герои веры Свои веры Нам то пример Как взять надо А мы то должны Идти на смерть Проповедовать Благовестствовать Нас арестуют Зарежут Голову там Отрежут Не имеет значения Никакого Мы вот чем должны делать Творить добро Милостыню Там мы прожили бы Без этих арбузов Но все равно Ей надо сделать добро Что я подумал Мы установили так Едут на благовестие С собой арбузы Сейчас ехать Ни одного арбуза нет А ехать Послезавтра в воскресенье Это будет 28 сентября 14 года Ничего нету Баба ничего про это Как будто не знает И вдруг Выходит на дорогу Перестрела меня Остановила Завела Отдала Это убого Вымерено Она сама Как движимая Духом святым И сюда Такую дали Она принесет Сама Да к этому За деревней 500 метров Да по деревне Еще там Добрых 500 метров И она идет сюда Почему она идет Бог Господь Трогает ее сердце Вот сейчас Я вот только Сейчас еду Прямо Теперь так Алюбия отдам Опять можем Законсервировать И нам зиму что-то есть Не забудьте О датрашнем дне Ну блажение давать Чем брать Мы знаем Я когда люди Дают что-то Не беру А вы нам Разве столько Вы нам столько дали Ну духовно Да Несравнимо Павел говорит Великое ли дело Если мы послужим По плоти Если духовно Послужили Ну это когда О ком-то говорится Я легко понимаю А говорить о себе Это Но я осознаю Это Это благодарность Людей Вот мы побыли Уезжаем Уезжаем Ровно через неделю В Барнаул Если Господь Благословит Чтобы нигде Ни к чему Никогда не прикасаться Лежат деньги Перекрести их И проходи мимо Золотой слиток попадется Перекрести Не прикасайся Его Сатана искушает Тебя бросил Бог ценит Только что Руками своими заработал Руками Потрудился А дармовщинка Нашел я мешок Золотом Никакой роль Это не играет Никакой Искушение Она положила Пропитание свое Вдовица Вот это Это дело Вот смотришь Где кровь и дым идет Мы не участники там Но мы участвуем Молитвой Умоляем Бога Прости тех людей Они не знают Господи Что творят Захоронение Гражданского населения Мы никого не знаем Так это или не так Знаем одно Что надо молиться Бабу Серафиму Господи Благослови Приготовь ее К исходу Как должно Люба Люба На Разгрузи Держи Серафима Дала Вот помидоров Сколько Дала И чеснок Во славу Боже Мне потом Освободи Это все Вот это куда-то Положить Острижешь Обе вот эти Жерсткинки Мне отдашь Сейчас Нету Света Не будет Пока Ну все Я сейчас Пообедаю И поеду Туда Пожел 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 У нас тут Гальяны Я хожу На мордушке Рубачих Пять мордушек У меня Господь дает Глуб Хороший Кошечки у нас Питаются Ежик приходит Тоже Кашку ест Столовая Общая столовая Общий Пит Кошки Ежик Люди Питаются Слава Христу Да Слава Христу Вот тут У нас арбузики Лежат Это Бабушка Серафима Нам дала Живущая Здесь Потеряевки Поделилась Сейчас у нас Уже 35 6 Австали Мумби Без 25 Помолились Почитали Евангелие И вот Сейчас занимаемся Кажется Своим Делом Ты комментируй Всегда Так Прям Прям В этом Чтоб Хорошо Было Слышан Да Дядя Доверни Пожалуйста Ножницы Вводите Тут Неравно Где он Будет Рассыпаться Купать Ножницы Сейчас Дам Где у нас Тут Ножницы Вот 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 Э Это У нас Там Соль Сахар Все Подписано Чтоб Не ошибиться Вот Второй ролик Уже Сегодня На кухне Составляем Беседу По скайпу С одним Человеком Николай Николаевич Который утверждает Что он Православный А сам Отвергает Говорит Что Бог Его Это имя У кого Такие Безумные Слова Говорит Это Гальянчики Наши В пруду У нас Брат Владимир Нужна помощь Что Они там Запекаться Будут Что Да Они там Вместо Того Чтобы Варить Они там Сделаются Все Готово А тут Что у вас Готовится На плите Это Каша Какая Она Геркулесовая И суп А суп Отлично 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 Володя Нам надо Принести Для собачек Их еду А кастрюля Стоит в погребе Желтая Большая Кастрюля Будь добр Ладно Ладно Пойду Сейчас У нас Как раз У меня Солнцев Покормить Придется Нам Фонарик горит На видеокамере Закрываемся Утром На всякий случай Небольшой крючок Но все таки Что то Вот еще Утро Потому что Время еще Только 5-7 Осень Сегодня 27 сентября Вот так Вот идем Любовь Николая Она тоже Каждое утро Так идет С фонариком Заходит В погреб Берет Что надо Тут Кастрюлю Она попросила Принести Желтую Вон она Стоит Сейчас я ее возьму И понесу Вот у нас тут Картошка стоит Это чугунок Тут Огурцы Мы Засолили Вот Идем Дальше Вот так вот Выглядит У нас Ночное время Наша кухня В детском Православном Лагере Стане Дальше Сегодня Какое небо Звездное Господь Показывает Величие Дела Своих Всюду Везде Да Это Игнаткин У нас Пораньше Посетил Заходим Заносим И ставим Закрываемся Закрываемся На крючок Все Готово Сейчас у нас уже 7 минут Восемь минут Уже Снимала Иначе Са Показывает Хорошо Хорошо Сегодня у нас Богослужение Крестовое Сдвижение Праздник Праздник Сентября Он готов Кашу и суп Сейчас будем готов Ставим Ставим Огреваться Это Гороховая Гороховая Каша Все Всем на все Вкусы Слава Богу Сейчас проверю Проверьте Как она там У нас Выглядит Плавала Рыбка Плавала Сейчас Все Рыба готова Наливаем Оттуда Убираем Все Смотим А вот Рыба Рыба готова Для собачки И кошки Уже Есть Затар Сейчас Остынет И все Переложу Так Там они Не ускакали Прыгали Прыгали Одна Выскочила Рыбка Да не одна Тут их Несколько Опять Давайте Я сейчас Стережку Вытащу Жарко Им было Живые Потому что Мы их сюда Запустили Живые И выскочили Остынет Ему Славим Дадим Дадим Вот Вот Сколько Литв Мога Так кому Сейчас Накладывали Кашки Это Шарьки Собачки Нашими Да А это что у него тут за блюдо? Холодец. Из чего это? Ножки. Ножки овечьей. Овечьей, ножки живое мясо. Вот это холодец. Теперь пусть он наедается. Сейчас еще к кошкам положить такого холодца. Они его сюда гостим-стим. Это редкое блюдо. Такое бывает не очень часто. Поделиться надо. И кошкам достанется. И шарикам. Да, и редко им холодец. Ну, шарикам. Боже мой, лучше сюда кашу. Не тихонько. Пока. 3 2 1 2 3 2 3 5 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну сделай Ты сейчас выезжаешь и осталось полчаса Как уезжать будешь? В 12 Приедут только в 12 Он говорил к 11 В 11 он выезжает из дома Мне так велено сказали Ну привет пораньше ничего не готово Вещи все собрала? Собрала они у меня почти все у Надежды Васильевны Здесь я тоже собрала Собой отсюда что бы осталось взять? Палься не парешь Что еще взять надо? Минутку Подождите Разрежу Тогда скажу Все что на мне На мне Что нужно Так сколько ты пробыла в лагере у нас? Какой срок отбыла? Приехали мы сюда 25 июня 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 А сегодня у нас 27 сентября Июль, август, сентябрь 3 месяца и 3 дня Будет Правильно? Правильно Ну и все сказать-то Так Это последняя решень Еще больше не прикасайся Сядь рядышком Посиди маленько Мы должны дать наказы друг другу Подвести итог Как это Была-то зря-не зря здесь Как себе дальше там быть Из того что есть Раскрой Пускай лежат Вот так Все Ножик положи Простите Я его только накрою Бери Сабуреточку здесь Пряпочкой сейчас Накрою его сверху Иди сюда Ни зачем Не ходи Уж простите меня Пожалуйста Пряпочку только накрою Невозможно Невозможно Сейчас я Прокурор посадил Вот так Садись А закрывать-то не надо Пускай она Просыхает Порка жесткая Она будет еще жестче Да Это так и надо Ну хорошо Хлеб тогда жесткий Слава тебе Господи Ваше распоряжение Расскажи как ты тут была Чему научилась И что думаешь Менять в своей жизни Благодарю за научение За советы За помощь За молитвы За все благодарю Господа И людей Которые здесь были Надо мне Просить Господа Чтобы он мне помогал В спасении моей души Отстать от своих Вредных привычек Побольше молчать Вот это требуется мне Замечания Да ты вроде Всегда молчала Ну бывает Разговаривай Больше чем нужно А это требуется Много получила Из Святого Писания Хорошие темы занятий В течение дня Постоянно у нас Молитва Семикратная И Слово Божье Это мне очень полезно Потому что Сроки наши Ограничены Господь дал 70 лет И При большем здравии 80 И мы летим Не время летит А мы летим Сколько тебе уже? Пока 63 О 63 Ну Седьмой десяток Ну Всято бывает У нас разница В возрасте Такая же Как у меня С Серафимой Одинаково На 13 лет Вот Слава Богу Ну это и что Хотела бы Какие-то Наказанным дать Замечания Вот сейчас ты уже Выезжаешь Свободная Да и вообще-то Свободная была Тебя отсюда Не выгоняют сейчас? Нет Никто не выгоняет Время пришло И Господь мне позволил Дал транспорт На неделю раньше Нашего отъезда Уехать Мне от вас Только надо Получить инструкции Как себя дальше Там Правильно вести Куда что заложить Чтобы нигде Чего-то Лишнего не было У нас там Раскидано Так И неправильно хранилось Ну это хранилось Не на первом плане На первом плане Мой совет тебе Когда ты туда приедешь Конечно помолишься Взять это нет Дома твоего Он на работе В другой республике Так И вот он приедет Ты пока Со своей дочерью Поговори Скажи Нам нужно менять Отношение К Богу И друг к другу Отношение К Богу Заключается В том распорядке Который Бог дал Я встану рано Раз я родился В свое время Тут от меня не зависит Оно вставать От меня зависит И днем Никогда не ложиться Как бы не хотелось Никогда не ложиться Просто повторяй Постоянно И им это Долби Да я вчера Долго засиделся Этот вопрос Не снимает Порядка Вставать рано Если ты засиделся Долго И знаешь Что вставать Завтра тебе в 4.40 То ты будешь На следующий день Падать Лишь бы только До постели Ноги дотянуть Вот молитва Это главное Что создает Домашнюю церковь У вас общей молитвы Вообще нету Дома И поэтому Все остальное Отсюда проистекает Вот Серафима Не глядя на старенькая Она правильно сказала Все дело Не в них только Но и в тебе Она говорила Это тебе Да Я благодарю ее Что она Она хорошие советы давала Хорошие советы дала Ну вот Вместе Значит Скажешь Отношения Наших Богу было Неправильное И отношения Друг к другу Совершенно неверные Чтобы поставь Чтобы называли Тебя мамой Ни на какие Отговорки Не должно Иначе Этим займусь я Если узнаю Что Что-то в этом Не будет сделано Они будут Поставлены На место Почему раньше Не говорила На эту тему Ничего Это открыто Должно быть Когда Тови Отправляет Сына И Сара Там водит То дочь Рагуила Получила наказ У тебя Теперь Вторые родители Двойные У тебя Там будут Отец и мать Это Библия нам Об этом Говорит Отец и мать Мне вот Бог дал Счастье Иметь Такую Тещу Которая Которая Ни разу Меня Ни в чем Не огорчила Ни разу Не заступилась Она за жену За свою дочь Где она Этой мудрости Училась А моя мама При жене моей Ни разу За меня Не заступилась И она Она имела Объяснение Второе Что нужно Изменить отношения Не просто Признавай Фамилию Отца Матери Напиши Но чти Слово чти Означает Имея особое Почтение Особое Попечение Особое Внимание Не скажи Ни одного Личнего слова Это перед Богом Кроме того Это имеет Отношение К будущему Есть очень Хорошее Стихотворение У Расула Гамзатова О том Как однажды Увидели Плащащего Горца Он вернулся С поля И стали Его расспрашивать В ауле Что случилось Он только повторял О сын мой Сын мой Все Стали спрашивать Что Зверь растерзал Нет Он упал В ущелье Нет Хуже Ну что может быть Хуже И тогда Он сказал Он Мой Сын Ударил Меня Кажется От гнева Горы Задрожали Весь народ Готов был Немедленно Броситься Разыскать его И уничтожить Он поднял Руки Не трогайте Сына Нет Я не все Сказал Дело в том Что 18 лет назад На этом самом поле Я оскорбил Моего отца И ударил его И отец Только прошептал Побелевшему губами Сын Я все равно Я все равно Не прокляну Тебя Я только Хочу сказать Чтоб ты понял Что ты сделал Сегодня Пусть с тобой Поступит Твой сын Так же И вот Через 18 лет Когда моего отца Уже нету Это исполнилось То что они Вот относятся Допустим Плохо к родителям Где-то Это все Отобразится На их детях Вот еще что Учителя Рядом подрастают И они точно Так же будут Хамить Будут все Распускать Руки Про родителей Когда рассказывают Там Жуткие истории Я пришел домой А отец мне Замечание сделал До каких пор Ты будешь Я взял нож И прям тут же Зарезал за стол Мать закричала Ну чтобы матери Не было больно Ей сильно жалко Его было Они хорошо Я ее зарезал И рядом положил Это я разговариваю С человеком В камере Как было Ну другой Это говорит Я не убил Но ненавидящий брата Есть человека Убийца Тем более Отношение к родителям Это я буду говорить В свое время Но вы им Сразу все это передайте Скажи Это все Ставится под контроль Отсюда все зависит Какая наша молитва Кроме того Если у вас Будет не лады Переходишь Ко мне на квартиру К Надежде Васильевне Через стенку Ты там нужна Ты там была И Там все У нас есть Там у нас Продуктов хватает За квартиру Не платить Ну если только За свет Там поделить Что сделаете А остальное Это У тебя пенсия какая? Пенсия хорошая Сколько? 10 тысяч Пенсия У меня 5500 Два раза у тебя Больше Мы не помрем С голоду Видишь у нас И хлебушек есть Помогают люди Мухой для лагеря А рядом с лагерем И мы питаемся Я это не скрываю Почему? Трудящийся Достоин пропитания Я являюсь Создателем И начальником Этого лагеря 42 года Это не два дня И поэтому Наши все работают Они должны На зиму Обеспечить себя Продуктами Вот сейчас Консервирует Кто-то дал что-то Раньше мы сами Выращивали все Я помню Один год у нас было 300 литров Варенья наварили Разного И костяники И смородины И малины И крыжовника И черноплодки И чего Только у нас не было Ну тогда была Наташа Приходько Она всем заведовала И тогда же При ней Вот мы Садили три огорода Она на это Была очень ловкая И мы Выкопали Полные ведра 1400 ветер Приехали там Сдали в городе Ну девчонкам там Что платьишко Купить требуется Работают Все бесплатно Такое дело Ты побыла Мы расстаемся По хорошему Я так считаю А ты как считаешь? Очень отличные отношения Павел Ничего нету Конечно я досаждал Тебе Я осознаюсь в этом Ну не так поставила Посуду У женщин у них У всех почти Вот такое дело Какую бы посуду Не поставила Вот стол такой Вот так вот поставит Торщит Но только чуть задела Она там А чего У кружки Вот эти Отбитые края Вот она Эмали нет Это значит Она уже прыгала А полка у нас железный Это плиты палубные С корабля Сверху резина Чтобы ничто не падало Надо все туда убирать Нож чтобы не был на виду Закрыты Шторки закрыты Вечером Чтобы не было видно Дверки Через птюль Чтобы не было мух Я не люблю мух И все время их колочу Я учил тут путному Чтоб ты не повредилась Я сегодня боялся Инии утром Скользко Ты вылетишь А зрение Это не очень Хорошее И повредишь Сама себя А тебя наказал Нигде на дерево Не становись За поручи держись Ну сейчас уже Растаял Инии Инии улетел Как молва быстросечная Вот Ты много здесь слышала Много Вот мы ролики Еще будем выставлять Потеряевские Их тут много У нас идет Поэтому А такая активная жизнь И вчера Сергей Козлов Меня вызвал на одного Я его не знаю Да если он его не знает Говорит Но он хочет Там противодействовать вам И стали говорить Сейчас ролик будет выставлен Я посмотрел Ничего не добавляю Сергей там его скомпонует Со своим Как было И будет названо так Увещание Хулителю Бога и Его Святой Библии Вот он Что попало Говорит Ну я знаю Откуда он набрался Насчитался Левашова Николая Это главные колдуны Языческие И Петрова Генерала Это они И на этом сыграли Это опять же Евреи У них ненависть к евреям Это еврейский Бог Это он дальше Плетет Что попало Еврейский У нас все еврейское Что хорошее то есть Почему Потому что Все есть священное писание А священное писание Пророки апостолы Кто были Евреи Будь благодарен На Христос то кто По плоти Еврей А Богородица кто Еврейка Ну что тебе еще доказывать Псалтыр считаешь Так это еврей написал то Безумные люди Которые воюют Против евреев То есть я имею ввиду Вообще Не только против тех Которые были И он не зная этого Говорит прям как по книге Считает Я то эти книги знаю У нас была еврейка Она эти книги подсунула Посчитайте А я знаю Умные евреи Умные в чем дело Они посмотрели Такая ненависть к евреям А давайте на этом сыграем То есть они ничего не упускают Давайте все будем говорить О ненависти к евреям Нам не помешает И давайте еврейского бога Нет мы под корень христианства Будем рубить Я рассуждением дошел к этому Что вот это родноверство Язычество Это продукт опять же еврейский Евреи дали три мировые религии Иудаизм, христианство и ислам Оттуда идет все Там Иса поминается, Марьям И не надо говорить Что они мудрее других Они не мудрее Просто Бог избрал их Они мудрые когда? Когда исполняют слово Божие И когда узнают Какой у вас закон в Библии говорится То окрестные народы скажут Какой этот мудрый, великий народ Только тогда Наша мудрость во Христе Во Христе И мы должны все время молиться Мир на Израиле Мы в Псалтыре читаем Мир на Израиле Мир Иерусалиму Мы не можем никак по-другому говорить Это первое, наивысшее благословение Благословляй народ Божий Потомков Авраама Хотя бы они были масоны Комитет 300 Уничтожение Готовят печать антихриста Это не влияет ни на что Бог их даже в этом состоянии Не отвергает И ты это у нас слышала И это у себя крепко запомни Крепко держи Мы никого не должны проклинать Ни мусульман Ни майдан Никого Нам дано право молиться Ты знаешь что такое пост Молитва Побеждает И препобеждает То есть предварительно Когда мы победы даже не ожидаем Вот Это Но я тебе благодарен Ты тут готовила Все и кошкам Сережа Пупкова Собаки были собакам Вот сейчас Володя Пащенко Принимает от тебя вахту Будет готовить Ну а в четверг Мы уже переместимся На скворечник Вот Кое-что мы маленько Чуть-чуть законсервировали Нынче не Ягод у нас ничего нету Проживем Вот Ходила ты в храм Я очень сильно тебя Можно сказать Трепал За сон на занятиях Когда ты молишься Я лицо твое не вижу Да стоишь Ты не падаешь Значит Ну такое Может даже сумеречное состояние Ну а на занятиях Спала И я тебе советовал Всегда перед занятиями Перед службой Отдохнуть Лучшее лекарство Чтобы не заснуть за рулем Это свернуть Там есть Площадки Как едешь справа И заснуть Заснуть Ну хотя бы часа на два На час И тогда опять вперед Я имею теперь опыт Хотя раньше говорил Опыта нет 117 тысяч километров позади Около 500 остановок 500 Полтыщи остановок В разных местах В городах Государствах И я знаю Как опасно Спать за рулем У нас было такое И мы едва не погибли С одним шофером Было такое В это время как раз Считали Библию А я сзади склонился Увидал машину Несется совсем не в том направлении Крикнул И сразу За доли секунды До смерти Вот Здесь опасность Намного больше Потому что ты Пропускаешь Важное то что говорится А думаешь что есть А еще хуже Состояние Привычного Сонного Состояния Считать за нормальное Нормальное Да я нет Вот человек злится Я говорю Ты же сейчас тут разозлился А я никогда не злюсь Я говорю Ну ты же обиделся А я не обижаюсь На это говорится так Если свет Который в тебе тьма То какова же тьма Поэтому если не сплю Значит не сплю Каждое слово ловлю Если молюсь Значит я весь там В молитве Это мои наказы были Но то что я испытываю Сам в себе И знаю как это важно И плохо Когда нарушается Это Что можешь сказать еще Время коротко Благодарю за все Ну и до встречи До встречи Мы там приедем Ты поняла что сказать Да Ты должна была Потому что мне пришлось Однажды быть своим зятем Дорогой беседовать И видно что его Маленько коснулось Я говорю Сейчас же бери звонок Телефон И звони Он сидел Сидел Ну что не звонишь то Пока заочно Обними Поцелуй Тещу Маму У всех попроси прощения И скажи Я на коленях прошу прощения А приеду я встану Он забурчал И говорит Я не готов Я так и сел Как не готов А зачем же ты Христианином называешься Состояние покаяния Не надо искать готовности У христианина Рожденного свыше Оно всегда при нем Потому что Маленькая пылинка Села на глаз Ну подожди маленько Когда насядет у меня Бельмо Тогда я буду Протирать глаза Он сразу протирает И веки Независимо ни от чего Мигает И кроме того Там очиститель идет Слеза все время А если уже нет этого То глаз погас Я не готов Это ужасное состояние Это страшное состояние Не готов Слушать голос Духа Святого У нас две ступени Если так разобраться Первое Рождение свыше Правильное И жизнь в Духе Святом Все И ты в раю Но в этом заключается Столько Что тебе надо будет Трудиться И днем И ночью И с детьми И со собой И с правителями И с церковью И с церковью Совсем Везде все В Духе Святом Где Дух Святой Не подсказывает Там вот то Что вчера мы слышали Богохульство идет А он То я ему сказал Сейчас что Первым делом покаяние Завтра иди на исповедь А священник даже Его не знает Или он лгал Что он православный Он не православный Он никакой Он просто Осатаневший Прямо в полном смысле Осатаневший На Бога Говорит страшные слова Библию не верит И погибший человек Я говорю У вас другая прописка У одного В Царстве Небесном У другого в раю Ну я успел сказать Эту черную занозу Из мозгов Надо вытащить И верить так Как соповедовал нам Дух Святой И как истолковали Святые Отцы Шестой Вселенский Собор Девятнадцатое правило Нам не надо Ничего выдумывать Мы православные Люди понимают Православное Это мертвая церковь Мертвый обряд А в действительности Ничего живее нету Если бы люди знали Мы получили Это из Греции Тысячу лет Его там Коверкали Православие Привезли нам А люди ухватили Самое главное Лопаты И рыть пещеры Пещерные Мощи А теперь над нами Издеваются Везде с мощами Наладили Говорит Производство Бизнес Торговать Сухими Мумиями Людей Ну что скажешь Виноваты Да когда я говорю С честью похоронить Мне не то не верят А богопольствуют Ну вот Был у нас архиерей Епископ Сергий Алтайский Барнаульский Иванников И будто бы Хорошие там Отзывы дает Это необычное явление Обычно Обычно Когда уезжают Они У них Своя еда Появляется И они отрыжку Делают со своей еды А не с той Которую у нас ели С нашей У них благоухание Было бы Здесь все Божественное было И будто бы Он Дает Положительные отзывы Но это Как бог даст Я Не буду Мельтешиться Перед ним Но Иногда дам знать Что я готов Принять вас Беседовать Заниматься И если Сочтут нужным То Может быть Вести уроки С семинаристами Тут семинария есть Конкретно Обговорим О чем Какой предмет Это Я могу говорить Два главных предмета Это Любовь к Богу Любовь к ближнему Вот эти предметы Я бы повел Потому что Я знаю О чем говорю Так Поняла это все Давай мы с тобой Брудершафт Все Вот мы Какие с ней друзья Любовь Николаевна Собирайся У тебя девичья фамилия То какая была Архипова Как Архипова Да я знаю Просто забыл Это написано В пятнадцатом томе Ты писала О своем обращении Ты была у адвентистов Да Да Видишь Господь как привел Это из адвентистов Душа Вот Ну а теперь Все это принимает Володе Что-то скажешь Наказ Да Давай Говори ему Надо научиться Правильно Русскому языку Чтобы писать все правильно И быть очень внимательным И незабывчивым Незабывчивым И изучить русский язык Да Спасибо Христос Да Ну русский язык Я думаю Лучше Надежды Васильевна Это вряд ли кто Я просто Она память знаю Она правила знает Интересно Она знает Все Уж Замуж Не втерпешь Она все знает Я правила не знаю Но Она иногда допустит Реши Когда я все слова По отдельности запоминал По правилам то легче Я узнал Уж Где писать Не юж А уж А я просто все это Фиксировал зрением И как правильно И где запятые То есть у меня Труднее И ее Может быть В сотни раз Труднее Но Ну так уж Бог сделал Дал мне память Помните Помните Однажды я помню Сейчас могу ошибиться Я набрал В друзья Кажется 60 тысяч человек В мейл.ру Пока у меня Там не только 60 тысяч И почти всех запомнил Кто-то еще Подходит Я выхожу Говорю Этот у меня в друзьях Только он заменил фотографию По фамилии Так удивительно Самому даже удивительно Показалось Ну это Как Бог даст Может быть Это и не нужно Вот Что надо то Как говорили Про Рейгана Пойдет Говорит на кухню И забыл Куда пошел И зачем Ну как Маргарет Тэтчер Память теряет Совсем под старость Об этом Надо молиться Я вот Стою на молитве Сегодня Сегодня Крестовозвижение 27 сентября 14 года И думаю Вот я молюсь Молюсь А многое не слышу А я молюсь Продолжаю молиться Ну я знаю О чем считаются И цитирую там Про себя И думаю А сколько же людей За меня сейчас молится Всех ли я помню И вдруг звонит один Другой С праздником С праздником Татьяна Тут Валентина Арефина Сережина Мама Поздравляет Я ее всегда Помню Ну Татьяну не надо говорить Мы ее на руках Не съем Это старшая сестра Благодетельница Главная у меня Работник по почте По больным И везде Вот С ней ты будь поближе Я уже полностью Обдумал Приеду Если Господь Если Господь позволит То Татьяна Николаевна Вернулась Как что ей сказать Попытаться ее исправить Какую дать ей Эпитемию Батюшка сам Я как староста Должен сказать Она всегда Соединялась С врагами Всегда И она не понимает А я против Не забуду Когда мы принимали Решение Чтобы Молодежь Никто не знакомились Там С целью Может быть Знакомства Женить бы По интернету Запрет А я против На пенсии Бабка А она против Почему А я против И все То есть она везде Песок сыпала И кончилась Катастрофой Ослепла Плохо видела Говорит Господь его Хорошо ослепил Чтобы он совсем Не видел Это Иоанн Златоуз Говорит про Елиму Волхва Это про Павла Савла Ослепил Господь через глаза Многое дает Ослепил его И все И Павел этим рецептом Пользовался Против Волхва Он думал И он обратится Слепой Не тут-то было У человека Иногда бывает Слепота От Бога Который Бог Посылает Она превращается В стростве На его природе И он таким Остается Все Собирайся Выгодай За все Все Во славу Божию Давай-ка Коротко помолимся Боже Слава Тебе Иисусе Христе Благодарим Тебя Ты позволил нам Быть вместе С сестрой Прости Что не так Было сказано Сделано И помысленно Друг против друга Благослови Ее путь Устрои Ее семью Как тебе Должну Детям Дай Благоговение И страх Перед родителями Хвала Тебе Отец Сын И Святой Дух Аминь Во славу Божию Лежа Лежа Морковь Морковь Так что еще Какие вещи Все Больше Ничего Так Заходи Стороны Это с тобой Возьмешь Все на этом Вот сейчас Буду затягивать На дверку Не рвиву Когда сядет Да зачем Вот Опять Оговор Нету Все Натягивай Натягивай В первую очередь Все Ладно Это сейчас Отдам Раздеваюсь Давай Сейчас Минутку Подожди Куда Пошла Отдай Деньги Которые За молоко Десять Рублей Добавить Ладно Стороны Пошли Маленько Два раза Крещу Еще Крещу Вот Два раза Стороны Как маленький Ты что Солнышко Куда Смеш Вон Откуда Зайди Потихай Так Держись Ну Не сильно Маленький Маленько Не надо На прощание Ой Я задеваю Ноги кверху поднимай Ну не могу Поднимай Не можешь Можешь Взляка Сильно не надо Маленько Космонавт Благодарю Боевые Боевые баски Пошли Хорошо Давай Давай Открывай Вроде Ничего не оставила Своего Ну Был Затолкать в кабинку Так Я вперед Вперед Посади ее Так Я принесла И положила на столе Плакаты Которые надо Сядь Оттуда Команды Давай Вперед Вперед Так Ты отойди Не мешайся Надежда Васильевна Посадись подачи Последнее слово Вам что надо сказать Принесла плакаты Россия должна встать Россия это мы Там подправите их И они у вас пусть похранятся Хорошо Все понял Подожди Наступлялось Ну все понятно Репет А там нету репет Ты ты дорожник ходила Ну значит по дороге Ну уж простите Нужно вези Алисей Семенович Наша сокровище Так а сопроводителю записку Ты не написали Будем молиться сейчас Записку не написали Говори Господи благослови в путь И сохрани от несчастного случая Алексей Любовь Тебе Господи Слава за все Во веки Аминь Аминь Все закрываем Больше к ней не подходи Не надо говорить Она любит это Потом Все Не подходите Я сказал Игнать Тихонович Да А сопроводителю Ты не написали А какую Ну вы же обычно пишите Ну вот и когда груз везут какой-то Это свое А как Разве это маленький груз Это своя Картошка с поля Разве это маленький Игнать Тихонович У меня тут и документов нет Не лезь Отойди Чтобы не слушался Да слава Богу Все закрыто Сейчас что-то вспомнишь Замашишь луками И говорится Выскоши сейчас Отойди в табакерке Отойди в табакерку Не лезь Они садятся Смотри молиться И будь довольна Веселая Давай За все Благодарю Все Господи благослови Все С Богом Все 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 Подавай Повышется Нет Давайте Всего доброго С Богом Помогайте барабашум Ладно Чем могу Спасибо 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 Продолжение следует...